Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика 4 класс, автор Чекин, часть 1, приложение номер 1, задание номер 9. Проведи необходимое разбиение и измерение для того, чтобы вычислить площадь каждого закрашенного треугольника. Сравни полученные площади. Итак, перед нами 4 рисунка. Давайте начнем с первого. Рисунок 1. Подпишем его. На этом рисунке изображен прямоугольник. Давайте сразу измерим его размеры. Его ширина 2 см, его длина 4 см. А нам нужно измерить площадь закрашенного треугольника. Но, как мы видим, закрашенный треугольник представляет собой часть площади прямоугольника. А давайте-ка мы вначале вычислим площадь прямоугольника со сторонами 2 см и 4 см. Так, и напишем площадь прямоугольника. А я кратко так напишу прямоугольника. Так, со сторонами 2 см и 4 см. Но мы знаем, чтобы найти площадь прямоугольника, мы должны перемножить его стороны. 2 на 4 получим 8 квадратных сантиметров. Так, ну и теперь посмотрим еще раз на чертеж. Сторонами закрашенного треугольника весь этот прямоугольник поделен на 3 треугольника. Ну, один из треугольников закрашенный. Вот этот треугольник. Мы его обозначим цифрой 1. Вот этот треугольник цифрой 2 обозначим. Ну и третий треугольник – это закрашенный треугольник, площадь которого мы ищем. Получается, что если мы из площади прямоугольника вычтем площадь треугольника 1 и площадь треугольника 2, то у нас останется площадь закрашенного треугольника. То, что нам и нужно. Тогда определим площади треугольника 1 и треугольника 2. Рассмотрим треугольник 1. Этот треугольник прямоугольный, вот этот уголочек у него прямой, потому что он является одновременно и углом прямоугольника, а у него все углы прямые. Измерим его катет. Один катет равен 2 см, он одновременно является и стороной прямоугольника. А второй катет, вот этот катет, измерим его длину, это будет 1 см. То есть катеты его 2 и 1 см. Но еще раз напомню, что катеты – это стороны прямоугольного треугольника, которые лежат на сторонах прямого угла, или являются сторонами прямого угла. Итак, мы определили, это 2 и 1. Мы знаем, что площадь прямоугольного треугольника равна произведению его катетов, деленному на 2. Тогда вычислим площадь этого прямоугольного треугольника. Запишем так. Площадь, краткая, треугольника 1. Итак, чтобы вычислить его площадь, мы должны умножить его катеты 2 умножить на 1. И то, что получится разделить на 2, получим 1 квадратный сантиметр. Итак, мы вспомнили, что для того, чтобы определить площадь прямоугольного треугольника, нужно перемножить его катеты, а потом то, что получится, разделить на 2. А вот теперь мы, собственно говоря, и будем вычислять вот так, рисунок 1. Площадь закрашенного треугольника рисунки 1. Мы берем площадь прямоугольника, это 8 квадратных сантиметров, вычитаем из нее площадь первого треугольника, это 1 квадратный сантиметр, и вычитаем площадь второго. Площадь второго мы еще не вычислили, тогда мы вот так в скобочках вычислим ее, и потом получим результат. Треугольник 2. Это тоже прямоугольный треугольник. Измерим его катеты. Вот этот катет равен 2, а вот этот катет равен 3. Значит, его площадь будет равна 2 умножить на 3 и разделить на 2. Скобочка закрывается. На самом деле мы эти скобочки могли бы и не писать, потому что и так в числовом выражении умножение и деление выполняется в первую очередь, а потом выполняется вычитание и сложение. Но тем не менее, так, вычитаем, вычисляем. 8 минус 1 – это 7 минус… Что у нас в скобочках? 2 умножить на 3 – 6, разделить на 2 – 3. Значит, 7 минус 3. Получаем 4 квадратных сантиметра. И это мы узнали. Площадь закрашенного треугольника. Ну, на рисунке 1 треугольника. Так, переходим к следующему рисунку. Рисунок 2. Вот рисунок 2. Что на этом рисунке? Тоже мы видим прямоугольник. Его ширина 2, длина 4. И закрашенный треугольник представляет собой половину этого прямоугольника. Почему? Потому что он получен в результате разбиения диагональю. Вот она диагональю. Вот этой диагональю прямоугольника. Тогда, чтобы определить площадь закрашенного треугольника, нам нужно площадь прямоугольника разделить на 2. Площадь прямоугольника со сторонами 2 и 4 мы уже вычисляли. Это 8 квадратных сантиметров. Делим на 2. Получаем 4 квадратных сантиметра. И это мы получили площадь закрашенного треугольника. Тоже сокращенную напишем. Есть. Следующий рисунок. Рисунок 3. На рисунке 3 мы тоже видим такой же прямоугольник со сторонами 2 и 4. Но в данном случае площадь закрашенного треугольника мы будем определять как разность между площадью всего прямоугольника и двух треугольников. Тоже мы их обозначим. Треугольник 1, незакрашенный, и треугольник 2. Давайте сразу измерим катеты. Но оба они, конечно, прямоугольные. Вот этот и вот этот. Измерим катеты. Катеты первого 2 и 2. Катеты второго 2. 2 и 2. То есть это 2 равных прямоугольных треугольника. Значит, площади у них равны. Значит, если мы вычислим площадь одного, то потом мы умножим на 2, получим площади двух треугольников. И полученное значение нужно вычесть из площади всего прямоугольника. Так и запишем. Площадь всего прямоугольника. Это 8 и минус 2 треугольника. 2 умножить в скобочках. Запишем площадь каждого из них. Катеты прямоугольного треугольника 2 и 2. Ну, 2 одинаковых катета. Значит, 2 умножить на 2 и разделить на 2. Вот в скобочках у нас площадь одного прямоугольного треугольника. А так как мы умножили на 2, двоечка перед скобочкой стоит, то значит, мы вот в это выражение нам даст площадь двух прямоугольных треугольников. А тогда, если мы их вычитаем из восьми, то у нас и останется площадь закрашенного треугольника. Вычислим. Давайте мы так. 8 минус. В скобочках вычисляем 2 умножить на 2. 4 разделить на 2 – это 2. И умножить на 2. Двоечка перед скобочкой. Это будет 4. Значит, 8 минус 4. Получаем 4 квадратных сантиметра. Это площадь закрашенного треугольника на рисунке 3. Треугольника. Вот. Ну и последний рисунок 4. Тоже на нём мы видим такой же прямоугольник со сторонами 2 и 4. Он разделён на 3 треугольника. Вот первый и второй не закрашенные. А третий – это закрашенный голубой треугольник, площадь которого мы ищем. И чтобы найти его площадь, мы должны из площади всего прямоугольника, это 8 квадратных сантиметров, вычесть площадь первого треугольника. Первого на рисунке 4. Это прямоугольный треугольник. Измерим катеты. 3, 2 и 3. Значит, давайте скобочки. 2 умножить на 3 и разделить на 2. Это площадь первого треугольника на рисунке 4. И минус площадь второго. Измерим его катетой. Вот прямой угол. Один катет – единичка. Второй катет – двоечка. Значит, 2 умножить на единичку и разделить на 2. Ну, площади таких треугольников мы уже считали. Конечно, можно было бы воспользоваться предыдущими результатами, но тем не менее, для ясности всё мы напишем. Ну, теперь вычисляем. Вот в первой скобке получается 2 на 3 разделить на 2, то есть 3. Значит, 8 минус 3. Во второй скобке получается единичка. Значит, 8 минус 3 минус 1 будет 4 квадратных сантиметра. И это площадь закрашенного треугольника. Совсем кратко напишем – закрашенного треугольника. И вот теперь последнее действие. Нам нужно сравнить полученные площади. Как видим, и на первом рисунке получилось 4 квадратных сантиметра, и на втором, и на третьем, и на четвертом получились одинаковые площади. Теперь это запишем. Площади закрашенных треугольников равны. Вот теперь всё. Задание мы выполняем. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Не забудьте поставить лайк.